так друзья всем привет тойота двухлитровый рафик двигатель 3sfe 2 литра вот что у меня сейчас есть у меня есть вот такой вот клей супер клей китайский 101 есть фен строительный есть вот такая вот лента термоусадки ну это диаметр 25 немного большой но тем не менее что было то сейчас я буду применять синего цвета и есть отвертка отвертка пока не знаю зачем она мне ну пригодится нужно наверно вот движок здесь вот на двигателе бронепровода свечные и короче что я увидел здесь такую тему вот надсвечник смотрите какая тема здесь есть раз и оба и надсвечник вот такой вид имеет что это значит а это значит что оторванный бронепровод вся тема там осталось внутри вот вторую надсвечник вот он второй надсвечник раз достаем 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 раз этот целый от свечник а этот оторванный вот для этого мне сейчас нужен супер клей и термоусадка это кстати довольно такой жесткий жесткая шуба то есть я попробую сделать чемкентский вариант до название кино название ролика будет чемкентский вариант рабочий чемкентский вариант вот так вот короче че еще буду делать сейчас я достану оттуда кусок наконечника вытащу попробую вытащить если он вытащится и буду ремонтировать вот этот вот надсвечник такая тема не пойдет потому что он может давать перебои на цилиндр и двигатель будет работать некорректно подстраивать с перебоями вот поэтому мне есть клей поэтому мне есть фен и термоусадка ну еще отвертка отвертка еще зачем-то вдобавок ну и да вот еще вот такие вот возьму щипцы медицинский зажим вот им очень хорошо этим зажимом доставать всякие предметы которые где-нибудь в таких глубоких местах типа как этот колодец вот так раз опустили и зажим имеет фиксатор вот здесь вот видите такие крокодильчики раз и зафиксировал достал сразу наконечник легко и просто сейчас буду этот наконечник и ремонтировать восстанавливать в единое целое посмотрим что то масло есть нету масла сухо еще выкручу после все свечи посмотрю что свечами почистить их все равно обязательно нужно будет так ребята вот так же достал наконечник который сидел на свечи вот этот металлический вот здесь он оборванный то есть нужно будет сейчас мне вот разогнуть вот тут вот развальцовку сделать разжать вот эти вот усики вытащить вот этот оторванный кусок и вот этот вот кусок который здесь есть ставите в этот наконечник ну и естественно зажать потом усики ну а после уже я приклею вот этот вот наконечник значит еще выкрутил свечку в принципе свеча сухая что кстати удивительно я думал будет мокрая свечка оказывается здесь свеча сухая но только что вот уже электрод вот там горевший достаточно большой зазор прям что-то очень большой зазор слишком большие но электрод подгоревший наверное давно свечи здесь стоят но удивительно для меня что резьба сухая не маслянистая думаю сейчас будет вот все в масле она сухая возможно может быть их чистили но нет навряд ли но электрод здесь уже все горевший сильно больших зазор так сейчас буду заниматься этой темой так здесь вот эти осики раз гибаю немного их надо расширить чтобы достать вот этот вот оторванный кусок бронепровода в принципе он не сильно такой твердый металл и легко довольно таки понадается чтобы вот просто ножом поддеть и разжать вот так раз разжимаем но желательно это отверточкой тоненькой еще но сейчас в ней под рукой нету не хочу там лазить искать все сделаем одним ножом оба и все все готово сейчас здесь и жало вот электрод нужно его сохранить и вставить вот этот металлический электрод в бронепровод надо его не потерять аккуратненько вставить бронепровод и все точно также поджать чтобы он вот контактировал об корпус вот этого проконечка а здесь сейчас вот эти вот усики нужно подправить вот из такого из сплющенного состояния нужно сделать круглое то есть вот такое шило загоняю раз 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 видите вот он расплющено и теперь пассатижами аккуратно нужно подправить раз чтобы она была круглая тогда будет легко сделать наконечник и поджать вот уже совершенно другое дело сейчас я вот здесь слегка надрезал вот наконечник вот здесь вот резиновый силиконовый вот здесь был так плотненько как-то подклеен и чтобы протянуть удлинить провод бронепровод здесь видите это месте он был здесь сейчас я его протянул удлинил вот этот вот резиновый толпачок сдвинул по проводу вытянул так вот раз делал теперь второй вот этот конец сюда завести нужно вот и здесь у меня сейчас вот видите довольно длинный кусочек остался для того чтобы одеть металлический наконечник ну а после того как я одену металлический наконечник я провод опять подтяну на нужную длину чтобы металлический наконечник вот сюда залез он да вот этого вот уровня вот здесь он будет стоять металлический наконечник вот здесь вот находится в этой части и и все вот здесь вот находится сердечник вот в серединке вот этот вот металлический вот эту вот острую иголочку прям вот сердечник и его протыкаю собственно здесь и идет искра скажем так вот сейчас его раздираю и металлический сердечник завожу иголочку теперь вот эта иголочка будет контактировать с металлическим сердечником и искра будет прошивать надеваем вот эту бодягу бодягу надеваем вот так поджимаем поджимаем обжимаем наконечник готов как новый вот вам пацаны и чемкентский вариант ремонт по-казахски все на казахской сварки как говорится так и должно быть это конечно временный ремонт но как известно что временно то есть постоянное на всю жизнь теперь останется так отлично временное явление есть постоянное отлично теперь вот все вот этот наконечник вот так проталкиваем вот видите он теперь садится сюда вот так утапливается как раз а здесь я сейчас заклею и посажу на термо усадку вот клей супер клей китайский китайский супер клей братья китайцы выручает нас вот так смазываем клеем вот так вот так вот так вот так вот так вот так теперь совмещаем направляем совмещаем вот так чтобы попасть ровненько вот так все держим пока подсохнет после еще оболью клеем. Клей 101 уже подсох. Зафиксировал между собой наконечник. Вот уже сухой. Теперь мне понадобится вот эта отвертка, которую я сначала не придумал применение. Сейчас применил. Сейчас придумал применение. И вот такой клей резиновый. Иранский. Зачем он мне нужен? А он мне нужен, чтобы этой отверткой залезть в клей и обмазать вот эту вот часть наконечника. Подмажу клеем, подсушу чуть-чуть слегка феном. Так как он резиновый клей, он довольно сейчас быстро не высохнет. Его нужно подсушить будет феном. Вот он фен. И после уже на полу такой сыроватый клей я надену термоусадку. И термоусадку сажу феном. вот такая тема. Клей пошел в свое применение. Обмазал отверточку. Это чтобы спонжить или тампокс там не делать. Надо короче раз. Это для того, чтобы термоусадка не скользила по гладкой основе наконечника. А так она будет сидеть на клею термоусадка. и никуда не исползет и наконечник не вылезет. Готово? Готово. Так, клей в сторону. Аккуратно, чтобы он не шлепнулся. И сейчас феном подсушу. Вот клей подсох уже такой полусыроватый, полусуховатый. в самый раз. И вот кусок термоусадки отрезал. Всё, сейчас вот так надеваю. Вот так. Раз, до сюда. И с пеной вытяживаю. если, конечно, он сейчас усадится, потому что здесь он тонкий, а термоусадка толстая, диаметр большой. Ну, сейчас попробую усадить. Смотрите, вот так усадилась. Ну, довольно плотненько ленглан, короче говоря. вот здесь вот он идёт как бы под конус, И вот здесь вот самое тонкое место, но тем не менее усадилась. Ну, и сейчас вторую шубу ещё одну надену. Точно так усажу для стопроцентной фиксации две шубы будет держать плотнее, чем одна. Натягиваю вторую шубу, вот так укладываю и усаживаю. ну вот тебе и новый наконечник. Великолепно наконечник. Как новый. Не надо ничего покупать, заморачиваться. вот чемкенский вариант, я замутил. Он действенный и рабочий будет работать. Так, вот теперь натягиваю вот этот резиновый колпачок, пыльник, где я делал вот этот надрез, чтобы он мог, чтобы дал мне вытянуть кабель, на нужную величину. Теперь натягиваю снова колпачок. Так, где он там? Минуточку, минуточку, нужно тут направление поймать, поймать направление. Вот так. Вот он должен сидеть, он таким образом. Вот. И все. Все, вот до сюда его натягиваю. как раз. Вот. Готово. Ну, а здесь я тоже сейчас на резиновый клей посажу. Это в том случае, чтобы не попадала влага. Вот сюда пройдусь. И, собственно говоря, все. так, друзья, ну и теперь со свечкой. Вот. Электроды все почистил. Смотрите, теперь всю шубу снял. Прям такой плотный был нагар. Окалено конкретное было шубой покрыто все электроны. И зазор поставил сейчас вот единицу. Вот. Сейчас вот такой зазорчик на единичку поставил. Теперь там в колодце вот здесь в колодце нужно тряпкой прочистить, убрать оттуда грязь с помощью отвертки. как тряпку отверткой и прокручиваем. Вот так отпускаем кончик тряпки отвертку. вот так заводим и прокручиваем. То есть нужно туда грязь, песочек убрать, чтобы было посадочное место чистое под колечко свечи. вот так и все. И теперь можно закрутить спокойно свечу. свечу. на свечу. ключе на свечнике нету резинки. И чтобы свечку не бросать вот так отпустим через магнит. Тогда электрод на свечи будет целый. Теперь закручиваем свечу. свечу. Вот и все. Готово. Выкрутил все остальные свечки. Вторую, третью, четвертую. И на них то же самое. Вот все электроды обгоревшие. Зазор гигантский. и нагар такой плотной шубой сидит. свечи вот сухие. Резьбы все сухие. Без масляного налета. Мокрого. Но вот эта вот шуба прям гигантская. Не знаю как еще с искра пробивала вот при таком электроде. Вот это вторая свечка. Это третья. То есть третьего цилиндра тоже сухая и тоже гигантский зазор между электродами. Потому что электроды все сгорели. И тоже вот такой вот прям конкретная шуба. вот прям аж коросты. Как кораллы наросшие. И вот четвертая свеча. Ну вот тут есть немножко следы маслица. Ну сухое такое поджаренное масло. И вот четвертая свеча вообще вся горела. Электрод сгоревший полностью. вообще он наверное два с половиной миллиметра зазор. Электрода практически нету. Ну и шуба вот она какая аж прям он прям обросла конкретной шубой. Вот она. Вот таких свечей у меня сейчас в данный момент нету. Заменить я их не смогу. Единственное что я могу точно так же сделать почистить их и подрегулировать зазор как и на первом цилиндре первую свечку. Вот у меня щуп который единица. Сейчас по нему я и сделаю зазоры. Да короче в лед смотрите раз смеш гигантский зазор два с половиной наверно точно есть здесь то же самое здесь то же самое обгоревшие все электроны сейчас я их почищу прям капец да давненечко свечам не уделяли внимания да такого не должно быть электрон должен быть чистый о этот ну такой да конкретно сгоревший ну хотя я вам скажу что моторчик на них довольно сносно еще и работал как тут искра добивала интересно конечно расход бензина должен быть конским шуба 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 обжигать не буду потому что свечка сухая и вот она достаточно хорошо чистится как резьба так и нагар сухой ну и как говорится дальше больше шире глубже в общем-то заодно я короче сдернул клапанную крышку прокладка уже такая подсохла дубовая и из под нее масло ручьем но не ручьем ну довольно таки много сочилось вот отсюда с этой стороны масло и сочилось под прокладки значит что сейчас я тут все замою зачищу от масляных следов вот эту вот привалочную поверхность и здесь клапанную крышку тоже замою и на герметик усажу кстати вот эти вот затягивающиеся гайки крепежные да тут клапанная крышка сидит на раз два три четыре на вот таких вот гайках они вообще не были затянуты прослабли еле еле так от руки чикс чикс и открутились то есть без всяких каких-либо усилий ну то что уже прокладки все задубели высохшие поэтому они просели и легко все открутилось в общем сейчас я здесь замою зачищу и на герметику сажу такая короче тема как говорится аппетит приходит во время еды то есть начал все с бронепровода наконечника потом свечи и вот теперь клапан и крышка все заодно по пунктикам раз 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 и цепляется так что такая тема пацаны ну а что сделать никак это не обойдешь стороной если я уж увидел это то не отпущу этот вопрос и сделаю все по уму по-человечию чтобы масло не сочилось и не стекало вон там все по блоку и вниз там на все остальное на подон на рычаги на балку некрасиво надо все сделать нормально все ребята вот я и все собрал уже крышечка сидит на месте бронепровода сидят на месте этот бронепровод я захимичил чемкентский вариант свечи вкручены но в принципе все герметика нигде нету не видно что он где-то тут лежит сидит все чистенько как и должно быть как я и говорю все должно быть чинно благородно ну пробую запустить двигатель кстати уже и снег пошел мелкий снежок все зима началась до снега успел да снег пошел за ночь навалить снега так сейчас пробую запустить двигатель посмотрим как будет работать так ну что мотор совершенно холодный но работает ровно чуть-чуть немножко какой-то компенсатор подстукивает ну чемкенский чемкенский ремонт да это вещь все отлично великолепно но как говорится чемкенский вариант это временное что временное то постоянное ну и великолепно то что это как то что это не как это что это не что Продолжение следует...